Мир вам, братья и сестры! Слава Богу, что во имя Господа мы можем даже в такой ситуации собираться, невзирая ни на что. И мы вместе с нашими братьями, сестрами, друзьями, которые не пришли сегодня. Но в духе мы одно, и мы радуемся, что Господь у нас один, независимо, где мы находимся. Я благодарю Бога, братья и сестры, знаете, понимание приходит в такие минуты, трудности, когда нас одолевают, когда все, когда слаживается не так, как мы хотели бы. Но я хочу сказать, Бог нас настолько окружил своей заботой, своей милостью со всех сторон. А почему у меня так получается? Потому что Бог един в трех лицах. Бог действует в Сыне Своем. Он Сам действует. Он действует в Духе Святом. Взять Вселенскую Церковь. Сколько членов церкви, братья и сестры. Но я хочу сказать, Бог так устроил по местной церкви, чтобы ни одного духовного сирота не было. Заметьте, у Бога нет сирот. Он выступает в роли отца. Он выступает в роли матери. Если мать забудет сына, рожденного ей, оставит его. Я не забуду никогда. Он лучший отец. Христос, он как мать. Я хотел, он говорит, Христос, обнять вас, приголубить, взять под свои крылья и заботиться о вас как мать, но вы не захотели. Слава Богу, братья и сестры, мы не имеем права печалиться. Христос, уходя, сказал, я не оставлю вас сиротами. Я еще раз подчеркну, сирот нет у Бога. Он по печенью друг о друге возложил на церковь, чтобы каждый заботился не только о себе, но и каждый заботился друг о друге. И это побуждает любящий Отец Небесный так поступать каждому из нас. И слава Богу, что у Бога получается. Получается. И как мы песню поем, никто там не чувствует себя сирым, забытым, имеется в виду Церкви Господней. Итак, я сказал, что Бог действует в трех лицах. Бог един, но в трех лицах. И сегодня мы будем рассматривать тему. У нас времени много, но мы начнем, по крайней мере. Роль Духа Святого в жизни верующего человека. Когда мы друг с другом беседуем, как ни странно, братья и сестры, сегодня роль Духа Святого настолько велика в жизни Церкви, что о нем нужно постоянно говорить. Но как ни странно, люди сегодня верующие, я за верующих говорю, не хотят даже об этом как-то и говорить. Говорит, это такой таинственный вопрос, он так нам мало понятен, на другую тему, любую. А я хочу сказать, братья и сестры, Дух Святой, сегодня Церковь соединяет с Богом. Дух Святой, Его миссия и задача объединить, соединить и научить, и приготовить встречи с Иисусом Христом. Иисус Христос, братья и сестры, в своей премудрости, Он позаботился о каждом, заметьте, о каждом из нас, кто находится в Церкви Христовой. Он позаботился заранее, еще не отошел с земли, но уже план Он раскрыл Свой ученикам. И Он сказал, смотрите, сказал ученикам такие слова. Мы читаем Иоанна, 14 глава, 16-7 и 17 стихи, 16-17. И я умолю Отца, и даст вам другого учешителя, да будет с вами вовек. И 17 стихи, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас пребудет. Смотрите, братья и сестры, почему я сказал, Бог нас окружил, и сейчас Он нас окружает в Духе Святом, третья личность Божества. Он с вами пребудет, но это не все, и в вас пребудет. То есть наполнит все наше существо, оградит нас, будет оберегать нас. Имя Господа, как безопасная башня. Убегает в нее праведник, и он безопасен. Я хочу, братья и сестры, да, страхи велики. Особенно, когда послушаешь новости, когда пообщаешься с людьми. Но любовь изгоняет страх. Божественная любовь, когда она в сердце нашем, она изгоняет страх. Потому что у нас, смотрите, у нас сильнейшие обетования, которые были сказаны самим Иисусом Христом. Я вам пошлю другого утешителя. То есть такого же рода, как и я. Разницы не будет, я уйду. А я пошлю такого же рода, другого утешителя. И даже не то, что вам будет хорошо, а лучше. Чем, как я с вами. У него будет больше возможностей. У него будет возможность сразу наполнять всех людей повсеместно. Всех уверовавших. Жить в сердцах их. Ибо Он с вами пребудет. И в вас пребудет. И мы читаем Иоанна 14, глава 26 текст. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Утешитель. То есть другой, помощник ваш, который будет с вами, которого Я пошлю. То, что Я вам говорил. То, что Я вам рассказывал. Он все это напомнит. И не то, что напомнит, Он будет разъяснять. Вы сейчас не понимаете истины, которые Я вам говорю. Но придет время. Дух Святой вам будет объяснять настолько понятно и ясно, что вы будете знать Слово. Вы будете знать Мою волю. Вы будете знать Меня. Через помощника вашего, Духа Святого. То есть, Дух Святой будет делать и говорить то, что делал и говорил сам Иисус Христос. Мы всегда задаем вопрос или слышим от других. И все-таки, кто же Дух Святой? Большой вопрос. Кто же Дух Святой? Поэтому, от того, что мы мало вникаем и мало знаем Духа Святого, как третью личность Божества, а Дух Святой тоже Бог, мы будем читать тексты Писания, много у нас, знаете, даже появляется заблуждение. Потому что, смотрите, когда начинаешь беседовать с людьми верующими, то некоторые верующие люди уповают на свой опыт или на опыт других. Но они не основываются на знании Бога в Духе Святом. Они больше расположены на опыт изучать опыт других, чем изучать Слово Божье, эту истину, которая самого Бога. На то и послан Дух Святой, чтобы открывать силу и могущество Бога. Чтобы у нас познание Бога о Духе Святом могло возрастать. И если я хочу, заметьте, познавать истину, ну не надо искать где-то, не надо к кому-то обращаться. Истинное Слово. И к Нему обращаться, как к истинному источнику. Здесь вся премудрость Божья. И Бог будет открывать. Через Духа Святого нам только нужно иметь желание. Научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Итак, Бог един в трех лицах. Бог един, но Он в трех лицах. То есть, мы читаем, смотрите. Матфея 28 глава, 19 текст. Это слова Христа, уже когда Он вознесся на небо, перед этим. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Бог един, но в трех лицах. То есть, три личности в одном. Как это, да? Нам трудно понять. Но, как мы говорим, муж, жена, фактически их двое. Но в плане Божьем они составляют одну единицу. Один плюс один равняется один. Один плюс один и плюс один. Троица равняется один. Все Бог во всем, но Бог в трех лицах. И эти лица, они настолько, мы сейчас прочитаем тексты, связаны друг к другу. И настолько вторая и третья личность, они в единстве с Отцом, что Бог един. Смотрите, апостол Павел, когда призвал кисетеру, он ушел в Иерусалим и уже знал, что это последний его путь. И насчет, смотрите, он высказал такие слова насчет Святой Троицы, насчет того, что Бог в трех лицах. Смотрите, мы читаем Деяния святых апостолов, 20 глава, 28 текст. Это он обращается к пресвятерам. Ефеса. Он вызвал их, и они пришли на встречу с ним. Мы читаем Деяние 20, 28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором, заметьте, третья личность, Дух Святой поставил вас с блюстителями, пасти церковь Господа, это Иисус Христос, и Бога Отца, которую Он приобрел себе кровью Своей, о Христе. Бог в трех лицах. Смотрите. Дух Святой поставил вас. Не Бог поставил, Дух Святой. Он Бог тоже. Как и Христос, Божий Сын, но Он Бог. Он поставил, Он имеет власть. Он имеет власть. Поставил вас с блюстителями. Пасти церковь Господа, церковь Иисуса Христа. Он поставил вас. Пасти. И Бога. Церковь Христа и церковь Бога, которую Христос приобрел в страданиях. Еще давайте прочитаем. Первая Коринфянам, 12 глава, третий стих, вторая часть будем читать, не будем все читать, и до седьмого стиха мы читаем. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ты, Христос, Петр, Сын Бога Живого, не кровь и плоть открыл о тебе, но Отец Мой, сущий на небесах, Он открыл, что Христос Божий Сын. Он открыл тебе. Никто не может назвать Иисуса Господом, Спасителем, как только через Духа Святого. Через Духа Святого. Четвертый текст. «Дары различны, но Дух один и тот же». Пятый стих. «И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же». Бог один и тот же, то есть Бог един. Нет Ему подобного, Он един. Христос, как Бог, Он тоже един, Господь один. Нету подобного, и Он один. Дух Святой, Он Бог, и Он тоже один, и нет подобного Ему. Бог в трех лицах, производящий все во всем. И еще давайте мы прочитаем один текст, который указывает на то, что Бог един, но Он трех лицах, то есть каждое лицо может действовать и отдельно, но в согласии и с разрешения, как Христос сказал, «Я ничего не говорю без разрешения Отца. Я ничего не делаю, если мне не позволит Отец. Я, Он говорит, и Отец одно. Можем ли мы постигнуть это единство? очень трудно, но Бог един настолько, что троица, три лица в одном». Петр говорит, 1 Петра, 1 глава, 2 текст. Он пишет об избранных, которых Бог избрал. И что он пишет? Смотрите, 1 Петра, 1 глава, 2 текст. «По предведению Бога, Отца, при освящении от Духа и к послушанию и откровению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир умножатся. Иисус Христос, Дух Святой и Бог Отец». Он раскрывает троицу. Он три разделяет по одной, но Он соединяет сразу. Это единство. Бог един. И нельзя разделить. В плане спасения, братья и сестры, мы идем дальше. В плане спасения не только, мы говорим, Христос принимал участие. Принимала Святая Троица. То есть, принимал участие Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это вся Троица, все трое в одном, они принимали участие в спасении рода человеческого. В спасении. И Иисус Христос смотрите, оставил нам ясное учение, кто есть Дух Святой, кто Он есть. И Он поясняет, что эта личность не просто Дух, это личность. И мы будем читать тексты. И смотрите, апостол Иоанн, первое послание Иоанна, пятая глава, седьмой текст пишет такие слова, подтверждающие о том, что я сказал, три в одном, три в одном, 5-7, первое Иоанна, ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово, то есть Иисус Христос, и Святый Дух, и сии, заметьте, три, Бог Отец, Бог Сын, и Бог Дух Святой, и вот эти сии, три, три, суть одно, братья и сестры, мы не выдумываем, но мы читаем, что написано о Боге, который в трех лицах, и сии, три в одном, одно, одно, и мы должны знать, что Дух Святой, знаете, многие склонны считать, что это просто сила, это просто сила, или что-то такое условное, нет, нет, это реальная, реальная личность, как и Бог, Дух Святой, это личность, почему, потому что он имеет характер, только личность имеет характер, он любит, он огорчается, он ревнует, он радуется, он наставляет, он запрещает, личность, Дух Святой, личность, как и Бог, Дух Святой, личность, как и Иисус Христос, личность, и Ефесянам, 4 глава, 30 стих, мы читаем, смотрите, мы сказали, огорчается, радуется, печалится, Дух Святой, мы читаем, Ефесянам, 4 глава, 30 текст, и не оскорбляйте, заметьте, не огорчайте, Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, не огорчайте, Духа Божия, Духа Святого, Которым вы запечатлены в день искупления. И оскорбляться, огорчаться, братья и сестры, может только личность, только личность. Личность говорит, личность принимает решение, что и свойственно Духу Святому. Смотрите, когда Павел и Сила отделились, и они хотели идти в Ифанию, вот уже приняли это решение, и уже даже пошли. Смотрите, ну что мы читаем? Деяние 16 глава, 7 текст. Дошедшие до Мессии предпринимали идти в Ифанию, но Дух не допустил их, Дух не разрешил им, Дух Святой, личность, не просто Дух, ветер, воздух, нет, Он запретил им, и они поминовались. Дух Святой, как личность, может говорить, может слушать, может советовать. Иоанна 16 глава, 13 текст. 16-13 мы читаем, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит». От кого услышит? От Бога услышит. От Иисуса Христа услышит. И Он сам от Себя ничего не говорил, как Иисус Христос никогда не говорил от Себя, потому что Он говорит, «Я и Отец одно настолько, что слово в слово, что я скажу, то скажет Отец. Слово в слово, что скажет Отец или Сын, Дух Святой тоже скажет». И в этом единство. И в этом единство. Итак, братья и сестры, вторая мысль. Мы сказали, что это личность Дух Святой. Дальше идем. Вторая мысль, что Дух Святой, как и Божий Сын, Иисус Христос, Он является Богом. То есть, Он равен естеству Бога. Он тоже мог Бог, потому что Он имеет ту же сущность. Смотрите, Он безграничный, Он безначальный, Он вездесущий, Он всемогущий, всезнающий. И можно продолжать, что свойственно только Богу, только не тем, кто сотворен. Бог не сотворен. Христос, как часть Божества, не сотворен. Дух Святой не сотворен, потому что Он Бог, Он безначальный. А мы сотворенные, мы имеем начало. Чем и отличаемся от Бога? Мы имеем начало. Да, мы имеем конца, но начало мы имеем. Мы рожденные, а Бог не рожденный, не сотворенный. Он безначальный, Он не имеет начала. Он всегда был. Христос всегда был. Дух Святой всегда был и будет, как и Бог. Дух Святой принимал участие в сотворении Вселенной нашей Земли человека. И мы читаем, смотрите, в бытие. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Смотрите, когда еще человека не было, еще далеко-далеко, Вглубь. Дух Святой, как и Бог, Он был. Почитаем Бытие 1, 26, первая часть. И сказал Бог, заметьте, не сотворю человека в одном лице. Нет. Он говорит, сотворим человека по образу моему. Нет. По образу нашему и по подобию нашему. Здесь говорится о множественном числе. А Троице сотворим по образу нашему, по подобию нашему. Сотворим. Дух Святой, братья и сестры, мы говорим, что Иисус Христос, и мы сейчас будем молиться уже. Дух Святой принимал участие в искуплении. В искуплении рода человеческого. Смотрите, мы читаем Евреям, 9 глава, 14 текст. То коль ми паче кру Христа, который, заметьте, не просто себя принес жертву. Нет. Но понадобилась третья личность, Дух Святой. То коль ми паче кру Христа, который Духом Святым, заметьте, третья личность Бождества, Духом Святым принес себя непорочного Богу, Богу Отцу. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они участвовали в спасении рода человеческого. И дальше мы читаем, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному. Принес себя Духом Святым. И, братья и сестры, смотрите, если мы называем период от появления человека и до прихода Христа, мы говорим, это был еще Старый Завет, это было еще время до Христа. И Бог, Бог вел человечество в этом периоде. Бог Отец. Когда пришел Христос и жил на земле, это время было, когда вторая личность, Иисус Христос, Он вел человечество. Пока жил Христос, Он выполнял миссию по спасению. И смотрите, после Дня Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой в полной мере, сразу везде и сразу ко всем, такого не было никогда. Да, Он являлся праведником, пророком, давал задания, но это были единичные случаи, а повсеместное пребывание Духа Святого с общим заданием спасти род человеческий не было. Только в День Пятидесятницы Дух Святой был послан. И вот от Дня Пятидесятницы до Второго пришествия Христа, которое будет, когда Он придет на землю, это время работы Духа Святого. Благодать, заметьте, благодать, но во главе благодати сегодня, да, Христос, давший благодать, но Духу Святому поручено, я пошлю, и Он выполнит миссию, Он подготовит церковь невесту. Братья и сестры, слава Богу, что мы имеем третью личность Божества, которая сегодня на земле. И Дух Святой сегодня готовит нас, утешает нас, подкрепляет. И как никогда Он нужен нам сегодня. Вот эти трудные, трудные такие дни, знаете, когда мы переживаем очень много, и когда нам трудно, и, собственно, мы сами не можем, не можем выйти из этих ситуаций, но мы полностью полагаемся на Бога, как любящего Отца. Мы понимаем, что Его забота настолько громадна по отношению к нам. Он как мать к нам относится. Он любит нас. Он понимает нас. И мы не сироты, братья и сестры. Благодарите за то, что мы теперь дети Божьи. Мы дети Божьи. Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это наша надежда, это наше упование, это будущее, это свет, который впереди, это цель, к которой мы идем. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, что мы народ особенный, люди, взятые в узел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Наша задача – говорить о Господе, Спасителе, призывать других людей, чтобы они не были сироты в этом мире, но чтобы они приобрели настоящего Отца. Настоящего Отца, любящего Отца. Аминь. Давайте мы помолимся, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.